привет зритель сил положу я приехала и как это вот что-то мне отнулось сразу в первый же день записать тебе вон банк меня тут ужин я не влюбаюсь как я просто раздела чтобы у меня и голову не срезала еду было видно ничего там это приспичило шпрот не ночью приснилось что я хочу шпрот и перед тем как засыпать мне тоже что-то прям вкус чувствовался я купила шпроты правда тут уже это крышечка ну в смысле шпроты в масле из балтийской кирки торговая марка знак качества я только сейчас поняла что тут рыбка нарисована я уже эту бумажечку с нее сняла чтобы посмотреть срок годности мне еще этого же знака кирка в томате магните сегодня купила еще вчера хотела купить но точнее потому что я была по скидке но мне почему-то ее пробили без скидки убедила уже потом скандалить не стала думаю хрен с вами точнее хрен с той макакой которая она то баба который мне периодически как-то пытается меня наколоть как-то на мне пробила конфеты которых вообще не было ни в товарах нигде ну и ладно я пробила конфеты я говорю ну гру это как-то или игру вычтите с меня эти конфеты которые вы мне пробили которых у меня нет или что там где-то обманула на сколько-то так ну такая не будем называть но она рифму от со словом со словом крыса ее имя так вот этот купила кирку сегодня еще в такой же баночке ну смысле такой же фирмы в томате на было по 69 копейками но пробилась на по 99 копейками короче было 70 без копейки отписались меня 100 без копейки мои немногочисленные хейтеры которых полтора землекопом ну из тех которые вот меня годами смотрят и хейтят наверно порадуются когда будут ухты беременная шпротина картошка у меня тут из двух разных мест от родственникам это другая прошлогодняя крупная и от соседей моих родственников помелся взять разных ясто потому что она когда сварится такая мягонькая другая вот которая от соседей она такая более такая сухонькая у велика оказалось проколото колесом сосед вроде как вышел в состоянии кондиции но я сегодня уж не попрусь что меня голова бред я повесила гамак у меня есть набор клея с заплатками для велика надеюсь он мне не откажет и поможет я в благодарность потом куплю ему пачку чая забыла в этот раз купить на всякий случай ехала сюда с тележкой кошкой и рюкзаком тележки была еда заколебалась минут пятнадцать не расшла по траве по галкинской усадьбе там брова не то чтобы выше крыши по колено где-то но может повыше места и но трубка совсем никакая стала так намеки без тележки потому что я вот быстро прошла с тележкой того если бы кто-то был рядом он бы услышал очень интересные матные слова хотя те кого и поминала наверное и калий и чиха или лучше у них чесались что обычно делается у людей когда их вспоминают добрым они очень словом спроты просто всем там были вообще не помню но у них нормальный состав поэтому я взяла у нас тут товарищи которые разлигают костры рядом с домом в полуметре от дома и забывают потушить сигарету куря на дворе в деревянном доме а потом ой нас кто-то подпалил это не мы это оно само по слухам решили тут построить заново дом пока что это выглядит как памятник народу печина я правда не очень курсом не уверена что правильно ли называть местную голую печку на основании частично древесном печи и я создала выглядит это реально как вот монумент такой некая такая площадка и на ней такой некий памятник это думала что тут уже все стройка полным ходом идет но видимо она будет так это гадали ибо дом-то сгорел как бы еще зимой приезжающие умельцы по расстаскивали то что можно было утащить и не можно было тоже а потом дух хозяева вспомнили про свою эту развалюху просто и попилище кошка у меня сегодня играет в пословицу барский сын гулянием сыт только воды попила сосиску лить не стала очистки от вареной картошки которые она очень любит городе хомячить не стала тут тоже надоело может правда она пока за ключом ходила мышку поймать успела потому что в итоге нам только водичку попила и то такая слегка заторможенная я и показываю на водичку она мяк мяк и никак потом пришлось ее взять на руки водички поднести и только потом мы стали пить у меня тут все заросло ибо у одних коса сломана а у других коса есть но видимо одну никак ну я косой такой ни разу не косила поэтому не знаю может этими косами только в паре можно косить из-за этого то что заросло в некоторых местах сведет и подходя к дому мне казалось шарой светел похоже шум был на самом деле это просто пчелы работают и они вот прям сидят на всех этих зацветших растениях и на моё счастье жасминчик еще цветет учитывая что у нас нет на 90 процентов инерс в этом году а те 10 что остались а местами только цветочками и не хотела есть по ходу мне там планшет лежит с которого я управляла тут в этом году точнее в этот приезд слабая ена белая не появилась меня даже ватсап сообщники отправляются но без фото конечно текстовая только и принимаются мегафон не перегорел у меня как-то сбила и надо пошло круто вот если 4g у кого-то вечером поймается на мегафоне как-то пару раз но такое совсем слабенькая нас на несколько даже на несколько секунд скорее или на пару минут было напротив дома в районе гамака ловилась на мегафоне и 1 даже на окне вот на этом прошу пресс я гамак повесила а этим синички у нас оказывается свели гнездо наверху и там где они до этого были ну близкий родственник когда приезжал ходил через двор потому что эти сказочные животные сидят на крыльце ну смотри синички и я через двор ходила у меня тут волшебный фонарик есть тут нет зрителя я покупала его я даже не знала думаю для чего вот эта кнопка для красоты что ли нажала на нее он засветился тут он это там ну солнечная батарея можно заряжать от сети можно заряжать от usb какого-нибудь аккумулятора или просто вот причем он горит как бы и там и там если чё прикольно так то бишь я покупала чтобы вот такая лампочка была даже не знала что вот тут на жопе лампочка я вообще не разрядила только сегодня обратила внимание когда достала его за ручку можно понести что-то около 400 рублей я сейчас тут уже не загрузится этот как его звать узун чтоб сказать тебе почем кайф может когда буду монтировать на несколько я когда буду на канал заливать в камень я ставлю артикул к этому фонарику потому что когда буду монтировать как я буду как я смогу при монтаже с отсутствием интернета загрузить алом я думаю что несколько картошинок осталось на сковороде в общем короче свалила в очистках на плитке большую часть очистила там две картошины осталось меня подсолнечное масло пожарило тоже на плитке ну что дома 18 градусов на улице 25 причем 25 стало буквально пару часов назад до этого было за 4 вечера как-то так теплее печку как бы топить не с руки но когда тепло печку не топит она не разбирается не затапливается мне может где-то затапливается не знаю потому что выделила бабушка ну женщина который хоть молочку покупаю она говорила что по какой-то жаре она будет хоть и жарко но чтоб творог сделать чуть-чуть печку затопляло к вечеру вообще это с детства пошло сколько я помню в детстве было если ну типа тепло то печку не не так не топят печку а в этом году еще узнала что если дождь то печку не топят так удивилась я забыла в интернете почитать почему нельзя топить печку в дождь то есть перед дождем ее нельзя топить ну можно топить перед дождем когда он начался туда пить нельзя я думаю а как это тогда было в детстве вот там придешь все мокрое печка протопленное в них сохнет короче надо узнать чем это фряда ну и когда мне как-то соседка сказала прошлое приветствуем во время дождя печку не топят я сообщила своему родственнику дождь начался ну раз дождь начался туда печку не топят не знаю пчел вообще у меня сегодня открытие сезона в смысле как это там я шорт записала на тему того как я смогла открывашка открыть банку с плоской крышкой не шила вот так вот как будто вот консерву открываешь но не такое вот просто если по на другую крышку а именно так вот подцепила открыл правда пришлось минут десять и и по кругу шарахать я уже думала ее проткнуть и как-нибудь вот так открыть выгребать как у меня обычно бывает поэтому стараюсь консервы там что-то с такими крышками не брать а вот которые оттенчиваются только и вдруг какой-то момент поняла что у меня получается это открыть подцепить ну открывается я на радостях записала соц который где-нибудь когда не залил я живу хлебушка тут какие-то такие маленькие кусочки картошники потому что не видно я пытаюсь свинкой их подцепить но мне ничего то не цепляется вид я слопала почти все спроты у меня осталось две с половиной липки я думала полбанкет силы съем масляца 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 где-то пол платочек подобно будет прерваться потому что чайник у меня остыл уже чтобы его согреть а я может и не остыл но все равно будет прерваться потому что надо хоть где-то температура на этом чайнике мне же кипятовский чайник здесь с этим самым с термометром на нем эта мелочь осталась у меня чё-то нажала она мне говорит слишком широкая рамка 16 минут я тут хомячила и снова я тут надо все-таки анальгин съесть такая в игре не чаще я сюда привезла чай вообще его отправила еще до того как сама приехала на родственники поехали я отправила там 3 литра молока коробки молока еще что-то 4 баночки варенья всякий разный чай что-то еще этот фонарик в общем у меня тут этот улун с дыней который мне тоня дарила подписчица я большую часть его суда отправила но пакетик правда переложила баночка в городе осталось там тоже немножко осталось можно прошлый раз тут что-то зеленый чай весь закончился крови прошло до меня тут оставили две муки вэй конфетки с обедом с хомячком а одна еще тут осталось а буквально вчера в магните думала купить на разрез муки вэй но увидела лёвушку так и не почитала об особенностях настроек разные записи диджай думала утром сегодня почитаю и поеду на вечернем но что-то несколько раз так для нищего просыпалась и поняла что лучше встать и поехать на обережную если что-то мой дедушка мне приснился микротон вообще впервые мне так снится с каким-то легким негативным оттенком обычно мне бабуся снилась как жизнь так и во сне я сыгроку сегодня с собой захватила вот эту кстати я ну там еще на вайдберис на самом в описании посчитала что ее можно использовать на шею на обуви декольте на лицо в том числе на кожу рук вот сегодня мы мало руки и искала крем ну вспомнил что у меня тут крем две штуки есть а потом думаю блин можно же сывороткой помаляться так интересно ради мне оказалось это уже одна треть уюзанная какой-то особой пенки у меня тут нету но у меня тут есть самопальный такой шампунь которые идеи в общем все в одном и можно при случае капелькой на руки и растереть и использовать как умывалку ну что очень много тащить было вещей не да и в основе ну в рюкзаке у меня на три четверти было эти все вот камеру взяла еще другую эту стать ну мелкий штатив который вот аккумулятор планшет там еще что-то хлеб в итоге еще по верху хотела взять с собой обезьянку чтобы она тут была такая обезьянка одна обезьянка ускакала в свое время в японию другая обезьянка у меня одинаковые что-то в итоге подумала что и так ты считаешь какому нахрен можно и без обезьянок нет еще гематоген есть я сегодня успела зайти в аптеку купила два анальгина гематоген масло гвоздики разведу с водой сделаю себе этот спрей от комаров потому что в прошлый приезд еще вспомнила лежа на гамаке что раньше был одеколон гвоздики и нас дедушка в детстве ну вот меня с сестрами мазал им и как бы это комары не кусали потому что можно купить гвоздики масло и делать примерно то же самое разводой только разбавить фух еще резиночку купила две штуки по 8 рублей там у нас есть такой магазин не знаю картон принимают или нет по большей части наличка небольшое помещение там же где магнит вот слева по борту там много всего всего-всего и вот резиночки в том числе там были я чё-то думаю блин давно уже месяца на собираюсь купить резиночку где-нибудь зашла по пути думал есть наверно спросила есть самые обычные взяла две штуки 16 рублей вот сейчас я наверно прерву с тобой зритель придурно причин пить потому что писец голова болит я даже только одну чашку выпила я потом еще пару чашек вот она тянуться через камеру за этим за чайником можно конечно поставить на паузу на мечту лениво голова потому что еще сильнее становится болеть поэтому зритель я надеюсь ты со мной пожрал это был мой ужин деревенский первого дня приезда в третий первый день третьего приезда в этого лета но правда еще и мои пределы вообще в этого деревенского этого дачного сезона всем спасибо если хотите поддержать канал где тут вот облачко или тут или тут еще и ссылочка на фобоксе если хотите что-то еще можете дать знать в карминта поставлю сердечко и всем пока октябрен тут еще какие-то настройки можно изменить так у меня микрофон то только на меня был направлен до я тут попрощалась еще что-то говорю да микрофон спереди ну все нормально он как раз впереди пока спасибо за просмотр а э Спасибо за просмотр!